Всем привет, с вами я, Искарабер. Сегодня очередной топ, что купить на 11.11 этого года. Первый топ, друзья, вам очень понравился, он очень хорошо заходит. Видно, что тема вам интересна, поэтому, как и обещал, вторая часть лучший телефон. По моему мнению, сегодня будет еще более интересный и лучший телефон, особенно ближе к концу, там будет просто зачетно. На пятом месте Redmi 8A и 8. То есть я буду говорить о восьмерке, но можно сюда включить и 8A, плюс-минус они одинаковые. Но есть небольшая разница. В общем, я говорю о восьмерке. 6,22 дюйма, IPS-матрица, 271 ppi. И здесь HD плюс разрешение, не путайте, друзья, с Full HD. Центральный камень здесь 439 Snapdragon, продолжение 400 серии. Бюджетные процессоры очень неплохие, возросли в качестве очень сильно. А вот видеоускоритель Adreno 505, ну, плюс-минус так себе. Версия 3.32 в Antutu убивает 90 тысяч баллов. Размеры 156,5 на 75,4, плюс-минус средние размеры. И батарея здесь, друзья, на 5000 мАч. Банка, зарядка лежит в комплекте на 10 Вт, а поддерживается на 18 Вт. Мы добрались до того момента, когда в бюджетнике уже ставят быструю зарядку. Это, мне кажется, один из самых больших козырей этого телефона. 379 Snapdragon уже обновленный, новые нанометры, плюс 5000 мАч. Будет очень даже не стыдно решать, и телефончик будет держать очень неплохо. Основная камера здесь на 12 Мп, и она тоже не стыдная. Sony IMX363, друзья. Мы сейчас вообще, вы понимаете, говорим о бюджетнике. Sony IMX363, F1.8. Понятно, друзья, здесь будет поддержка MIUI 11, Android 9 Pie. Свежий, хороший, отличный Android. MIUI прошивочка тоже свежая, очень хорошая. И ценник у этого телефона, старшая версия, получается 7000 рублей, около 108 долларов. И младшая версия 5800 рублей, и это приблизительно 88 долларов. Друзья, я сразу хочу пояснить, что я пишу верхнюю цену. То есть без купонов, без каких-то дополнительных скидок, вы можете сюда применять обычный купон Алиэкспресс, купон продавца и так далее. Все подробности на телеграм-канале. Я там объясняю, где взять купоны, как применить те или иные скидки. Также на втором канале выйдет видео подробное о том, ну такое лайф-видео о том, как не лохануться на распродаже 11.11, а лохануться очень даже, друзья, можно. Есть определенный опыт, и я с вами, друзья, этим поделюсь. Отличный телефон на пятом месте. Четвертое место, не очень популярочка, но альтернатива неплохая, Realme 5 Pro. И, друзья, это сразу же на Тимоле, то есть российская гарантия и все дела. Экран 6,3 дюйма, Full HD+, разрешение, это IPS-матрица 409 PPI. И здесь, обратите внимание, сразу же у нас стоит 512 Snapdragon, видеоускритель Adreno 616. Великолепный наборчик, 4128 памяти, оперативная LPDDR4X. И я взял сразу же, друзья, версию на 128, чтобы ну прям по максималочкам мы шли и прям все окей. В Antutu убивает примерно 221 тысячу баллов. Хорошие показатели. Можно сказать, что это полуигровой телефон с неплохим очень даже экраном. Размер 157 на 74,2, чуть ниже среднего размера 2019 года, банка на 4000 мАч, отлично. И основная камера на 48 мегапикселей и не просто какая-то там, а Sony IMX 586. Ширик на 8 мегапикселей, хорошо, и макро на 2 мегапикселя. Ничего вам, друзья, не напоминает? Напоминает наборчик Redmi Note 8 Pro. Но в отличие от Redmi Note 8 Pro здесь стоит Snapdragon. Конечно, ColorOS это новая для нас оболочка. Может быть, не все совсем привычная, но Realme очень неплохо заходит на наш рынок. Люди довольны, люди нравятся. Хотя многие обзоры, скорее всего, проплачены. Итак, на T-Mobile сейчас его предлагают за 15 970 в рублях. На T-Mobile я буду говорить о рублях, потому что это русская доставка. Вы можете применить купон минус 1000 рублей. И получается, вы можете взять на распродаже его за 14 970 рублей. Но, друзья, все показатели, которые есть в этом телефоне. Труба просто, шейтан труба, отличная труба. Мне очень понравилась. Очень хорошая альтернатива компании Redmi. Третье место. Почти что прошел стороной Mi Mix 3, но, друзья, на него очень хорошие скидочки. Характеристикам. 6,39 дюйма. Это AMOLED матрица. Full HD Plus разрешение. 403 ppi. Хорошая, отличная матрица. И здесь 845 Snapdragon. Можно сказать, полноценный игровой процессор. Правда, прошлого поколения. 630-й видеоускоритель Adreno. 6 гигабайт оперативки и 128 сразу же встроенный. Память типа LPDDR4X. В Antutu убивает 340 тысяч баллов. Плюс-минус, друзья. Синтетические показатели у него просто зачет. Размеры 157,9 на 74,7. Батарея на 3200 мАч не такая большая. Но есть определенный момент, почему она такая. И основная камера на 12 мегапикселей. Sony IMX363. Апертура f1.8. Здесь, конечно, будет MIUI 11, Android 9. И ценник этого телефона 19 600 рублей. Это приблизительно 229 баксов. За 845 Snapdragon. За большущий экран. Очень хороший звук. И, можно сказать, друзья, это полноценный игровой телефон, кроме батареи. Почему здесь такая маленькая батарея? Потому что здесь интересный фору-фактор. Это слайдер. В 2019 году это один из самых популярнейших слайдеров. Их вообще, в принципе, очень немного. Но вот MI MIX3 получился очень популярным. Если вы хотите казарнуть перед публикой. Или вы сам по себе человек такой оригинальный. То, конечно, MI MIX3 это будет просто зачетнейшая трубка. Нет никаких механизмов. Вы сами делаете слайд. И на этом фоне можете играть. Очень отличный процессор. Хороший большой экран. Ничего не мешает. Никаких вырезов, капелек, ничего нет. Отличный звук. И для поглощения контента телефон просто суперский. Второе место, друзья, тоже очень банально. Но все-таки мы сейчас говорим о топе лучших для покупки. То есть, соотношении цена-качество. Поэтому здесь MI9 SE. Экран у него 5,97 дюймов. У HD плюс разрешение. Это AMOLED матрица. Это 432 ppi. То есть, обратите внимание, очень плотное соотношение пикселей на дюйм. Центральный камень здесь 712. Видеоускоритель 616. И версия 664. Поощряя брать вас сразу 628. Не пожалеете. Память типа LPDDR4X. 220 тысяч выбивает в Antutu. Хорошие показатели по синтетике здесь прям порядочек. Размеры. 147,5 на 70,5. Это мега компакт 2019 года. Батарея на 3070 мАч. Не такая большая. Но в тесте по зарядкам заряжается он быстрее всего. А сажается не так быстро. Я бы сказал, что он совсем немного уступил Redmi Note 8 Pro. У которого банка на 4500 мАч. Поэтому здесь, друзья, плюс-минус порядочек. Основная камера на 48 мегапикселей. Sony AMX 586. Апертура f1.75. Широкоугольный. Есть объектив на 12 мегапикселей. Камера, друзья, очень не стыдная. Хорошо решает. И для 2019 года это одна из самых лучших камер. Переход на MIUI 11 без проблем. Android 9. И цена этого телефона 16700 рублей. Вспоминая, что вы можете еще добавить туда купоны продавца. И много-много другое. Цена еще понизится. В долларах это примерно 255 долларов. Полазил, друзья, я по Алиэкспрессу. Обратите внимание. Именно Mi 9 SE впаривает Global Room. Тоже не ведитесь, друзья, на это. Это не Global Version. Если вы не понимаете, что такое Global Room, то не приобретайте. Ссылочки, друзья, в описании есть. На глобальную версию. Также на Telegram канале я буду пояснять. Если будет телефон с Global Room и очень хорошим ценником, в скобочках, я буду пояснять. Это Global Room. Здесь, наверное, все понятно. Mi 9 SE все-таки. Один из самых эргономичных телефонов. С нестыдным хорошим процессором. Ну и в руке он лежит просто идеально. Это идеал. Идеал 2019 года. Как должен выглядеть и лежать в руке телефон. Ну и первое место. Наверное, многие из вас догадались. Mi 9T. Можно брать Mi 9T. Про версию я буду говорить сегодня о Mi 9T. Обычной версии. Прошка тоже очень хороша. Но мне по ценнику нравится Mi 9T. По характеристикам он наступает только в процессоре. А остальное, друзья, все один в один. Итак, экран здесь 6,39 дюймов. Это AMOLED-экран 401 ppi. Full HD Plus разрешение. 730 Snapdragon. Видеоускоритель 618 Adreno. Это не игровой процессор. Но стандартный игр и плюс-минус средней тяжести он будет тянуть очень неплохо. Версия 4.64. Пощаябь брать вас версию 628. Габариты 156,7х74,3. То есть не такие большие для 2019 года. Батарейка на 4000 мАч. Камера на 48 Мп. Апертура f1.75. Sony IMX 582. Широкоугольный угол на 13 Мп. Идеальный широкий угол. Просто суперский для фотографий, для видеосъемок. Ширик, друзья, здесь просто находка. За эту цену он просто бесплатный. Бесплатный ширик. Я не говорю об основной камере. Она здесь просто бомба. Одна из самых лучших камер вообще в принципе в 2019 году. Видео снимает в 4К. В Full HD разрешение очень хорошая стабилизация. И все такое. MIUI 11 уже, друзья, прилетело на этот телефон. То есть можете обновляться и наслаждаться этой оболочкой. А ценник? Ну это просто космос. На распродаже его можно взять, я повторяюсь, без купонов. 17400 рублей. Плюс все купоны и плюшки. Это примерно 265 долларов. Ну и на закусочку, друзья, если вы хотите приобрести себе другие трубки, я бы посоветовал еще Redmi Note 8 Pro. Есть, конечно, нюансы. Не лучший телефон. Даже расстройство 2019 года. Mi 9 флагман этого года. И старый добрый Poco F1. Тоже не забывайте о нем.